Эти пещеры под мечетью и византийским замком когда-то были частью огромного подземного города. Он находился на территории современной турецкой провинции Невшихир. Учёные говорят, он – крупнейший в своём роде обнаруженный на территории Турции. Несколько тысячелетий назад в нём могло жить до 30 тысяч человек. По оценкам некоторых историков, такие города начали строить ещё фригийские племена в VIII-VII веках до н.э. Их изначальное предназначение неизвестно. Но более поздние народы использовали подземные города, чтобы прятаться от набегов неприятеля. Ещё одна причина – почва. Это мягкий туф, в котором очень легко делать углубление и который быстро твердеет при контакте с воздухом. «Одна из причин того, почему эти люди предпочитали жить под землёй – качество почвы, в которой очень легко делать углубление. Вместо того, чтобы куда-то везти камень и строить дома, было легче вырезать дома из камня». Город уходит вглубь как минимум на 8 уровней – это более 50 метров. Здесь были жилые помещения, вентиляционные шахты, колодцы, конюшни, кухни, пекарни, амбары и даже кладбище. На раскопки и подготовку местности для посещения туристами уйдёт около года. Как ожидается, Невшихир откроют для посетителей в 2017 году. Стоит отметить, что в регионе Каппадокия были найдены и другие подземные города. Один из них, Деринкую, открыт для туристов с 60-х годов прошлого столетия.